Делаем разминочные движения, паузу, все по технике. Вспоминай главное, не волнуйся. Два года назад Марина впервые увидела бильярд по телевизору. Игра увлекла ребенка, что мультики с тех пор отошли на второй план и появилась большая мечта – стать настоящей бильярдисткой. Но тогда из-за маленького роста девочку едва было видно из-за стола, занятиями пришлось повременить. И уже теперь, спустя пару месяцев тренировок, Марина уверенно держит кей и попадает в цель. Правда, на вопрос о кумирах в бильярде отвечает. Нет, люблю на себя ориентироваться. Сегодня Марина – одна из самых юных воспитанниц в бильярдном центре. Ей 11 и одна из самых целеустремленных, рассказывает тренер. Задатки были, но они не сразу начали получать результаты. Но постепенно-постепенно начала раскрывать и сейчас показывать хорошие уже результаты. В своем письме к Деду Морозу девочка попросила бильярдный кий, чтобы ходить на занятия уже со своим, подходящим по росту и пригодным для русского бильярда. Мне нужен кий для русского бильярда, а есть разные виды бильярдных киев. Вот этот, допустим, половский кий, он легче, чем русский кий. Письмо Марины, прежде чем его прочитал Дед Мороз, попало в краевое законодательное собрание. В рамках акции «Желание под елкой» подарок для большой мечты вручил девочке депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Я тут, наверное, перешел дорогу Деда Мороза, потому что вручаю тебе его накануне Нового года. Но так как сейчас новогодние праздники, я думаю, что у тебя будет побольше времени, чтобы потренироваться и набить руку. Так что держи. А напоследок партия с самим депутатом. И кажется, девочку не пугает даже опытный соперник. Марина оценивает ходы и точно знает секрет успеха. Не сдаваться. Делать так, чтобы у тебя все получалось, и если у тебя что-то не получается, не расстраиваться. Вместе с новогодним желанием Марины сбылось еще одно. Старший брат девочки, тоже спортсмен, загадал хоккейную клюшку. Игрой мальчик увлекся еще в семь, а в двенадцать уверенно заявляет. Мечтает попасть в сборную страны, а после и в НХЛ. Пример для подражания хоккейный кумир. Овечки. Почему? Ну, потому что я про него смотрю, игры. Ну, в тиктоке вот там это. Про него моменты смотрю. А чем тебе он нравится? Ну, типа, потому что если его пытаются бортануть, то он это, за себя это заступается, типа. Тренируется мальчик в хоккейном клубе «Полимер», где в свое время начинали известные спортсмены Арсений Пожедаев, Юрий Поляков и Иван Вишневский, ныне играющий в КХЛ. Артур же в своей команде самый юный, но отпор в игре даст любому таково мужское воспитание. Ну, со стульчиком начинали. Он пришел, еще кататься не вел, за стул держится, катается. Тренировки 2-3 покатался, потом сам с его строительством начал уже кататься. Теперь противнику стоит поберечь свои ворота, уверен мальчик, получая подарок от Деда Мороза. А самому себе дает обещание пополнять арсенал новыми приемами и обязательно прийти к мечте. В первую очередь я пойду на каток, обмотаю клюшку и, ну, затащу ее. Детские мечты должны сбываться, даже если дети уже выросли и не верят в Деда Мороза. Поэтому я призываю всех, кто может присоединиться к этой акции и накануне Нового года сделать подарки не только своим детям. Акция «Желание под елкой» – это еще один повод напомнить, чтобы делать доброе дело не обязательно быть волшебником. Уже пятый год неравнодушные люди помогают исполнять мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И с каждым годом марафон «Добра» только набирает обороты. В 2021-м собрано более 400 посланий из городов и районов Алтайского края. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.